Программа «Тема» на телеканале РУТВ продолжается. Это прямой эфир и в моей студии наставник конкурса «Мисс Русская Радио» Ксения Сухкинова и, конечно же, кастинг директора этого конкурса Маргарита. Девчонки, привет! Сегодня будем, конечно же, обсуждать конкурсант тех людей, которые могут оказаться на нашем конкурсе. Девчонки сейчас смотрят, у нас в основном женская аудитория. Вот хочется узнать, конечно же, как попасть на кастинг. Я так понимаю, что отбор уже, собственно, в процессе. Отбор уже в процессе, отбор уже прошел. Приглашаем всех, всех желающих. У нас достаточно большой спектр возрастной, от 20 до 27 лет. Девушки могут подать заявки. И если вы думаете, что вы невысокого роста, неважно, от метра 70 в этом году мы принимаем всех девушек на кастинг. Приходите, если вы просто даже, мне кажется, даже неважно, какой возраст, скажи, возраст и рост в основном. Но если ты... Ну, это определенный критерий, который мы определили. От 20 до 27, от 170 сантиметров. Но самые главные критерии, которые девушки, которых мы ищем, это девушка должна быть очень интересной, харизматичной и, конечно же, красивой. Потому что этот конкурс мы даем как площадку проявить себя. И я хочу сказать о том, что заявки можно заполнять на сайте русрадио.ру, а также в этом году заявку можно напрямую подать через такую социальную сеть, как ВКонтакте. Можно напрямую зайти в группу ВКонтакте и подать заявку прямо сразу. Очень удобно. Да, очень удобно. Ты сказала, что девушка должна быть красивой. Это понятно, просто понятие красивое у всех, в принципе, разное. Что для вас девушка красивая? Для меня нисколько важна, в общем, знаешь, картинка, а в целом, знаешь, может прийти такая харизматичная девушка и такая яркая. И ты скажешь, вау. И если она даже думает, что какие-то у нее есть недостатки и недостаточно, то их не видно. У нее с горбинкой, она думает, что должен быть он там прямой. Да, она думает, да. Это не видно даже. Ты, наверное, не кричишься мимо из-за ее харизмы и из-за ее обаяния и таланта. У нас были такие яркие девушки, которых мы даже брали. Все единогласные. Я просто была на одном отборе, и вот вы сказали, рост от 170. Я в том году была, естественно, участвовала, в плане не как участник, конечно же. Там просто девочки приходили. А можешь, приходи. Да нет, мне просто работают, я не пойду. В плане роста был меньше. То есть не остатки, мне кажется, выходили девочки на кастинг. Был больше, был больше, был больше, да. Но это не первостепенный, это не основной фактор. Если придет метр 65, ничего страшного? Понимаешь, если там она придет метр 69, 68... Значит, я не могу, у меня 64. Все, я что-то летаю. Боже, слушай, ты одела каблуки. А, то есть каблуки спасать ситуацию. Да. Я поняла, небольшая хитрость. Хорошо, какой должна быть анкета? Что интересного, как правдивой? Да. То есть не просто я такая общительная, я красивая, я хочу участвовать, хочу победить, а вот что-то там, какая-то интрижка должна быть. Анкета создана у нас определенным образом, все вопросы, которые в ней находятся, не просто так, помимо роста, возраста, веса. Есть еще главный критерий, это фотографии, которые девушки размещают. Эти фотографии... Они должны быть в макияже? Ну, на сайте вообще обозначены, какие это должны быть фотографии. Лучше всего, чтобы она была самая информативная, это модельные снэпы и лицо без макияжа крупным планом, да? То есть портретное. Да, вот только хотела спросить, сколько программ сейчас есть. Ну вот, никак же. Очень хочется не разочароваться, когда мы увидим этих девушек вживую, потому что подобные ситуации были, когда вроде бы на фотографии такая шикарная девушка, я лично в прошлом году смотрела, а потом пришла девушка, которой я вообще не знаю, как она в лифт поместилась, честно скажу. То есть она себя уменьшила в два раза? Ну, это просто недопустимая ситуация, как ей было не стыдно, я не знаю. Но хочется такие ситуации исключить, хочется все-таки искать действительно красивых, природных девушек. Фотошоп — это только фотография. Ну, прежде всего, конкурсы красоты — это не только внешние данные, а еще внутренние составляющие. Ну, да, вся внутренняя составляющая. И это, кстати, очень раскрывается, пока девушки живут в Москве, а они живут здесь на протяжении около месяца. Готовятся конкурсы, готовятся финалы, и мы очень подробно и близко можем познакомиться с каждой из них и уже точно определить, какая достойна той корона. И миллиона рублей в этом году. Об этом, конечно же, мы поговорим чуть позже, не переключайтесь. Сразу после музыкального клипа обсудим материальную часть. Продолжается программа «Тема» на телеканале РУТВ. В гостях у меня по-прежнему Ксения Сухинова, наставник этого конкурса «Мисс Русская Радио», о котором мы только что обсуждали. И, конечно же, кастинг директора Маргарита. Девчонки поговорили об анкетах. И вот мне интересно, кто же выбирает этих участниц? Их же наверняка много. Кто сидит, просматривает? Каким образом это происходит? Маргарита, ты? Маргарита, я. То есть прям каждое письмо ты открываешь полностью, все просматриваешь? Прям каждое открываю, просматриваю, очень расстраиваюсь, когда не нахожу фотографии. Я так понимаю, что все-таки главная фотография сначала ты открываешь ее. Ну, конечно, как определить? Я смотрю фотографии в первую очередь, а потом уже читаю все тексты, которые девушки написали. Если понравилась фотография. Да, если понравилась фотография. Если нет, ну, дальше. А видео присылают? Дальше, дальше. К сожалению, видео практически не присылают, и очень зря, потому что девушки, которые мечтают стать ведущими, все знают, что видеовизитка это главное, что может быть, когда ты хочешь всегда показать свою речь, что о чем-то, что вообще у тебя в голове, в первую очередь. В конкурсе участвуют девушки, которые хотят оказаться здесь, нас сместили. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Я поняла, хорошо. Дополнением, так не сместить, а дополнением. Расширить штат, помочь тебе. Я поняла. Сколько вот ты писем просматриваешь за раз? Ну, как ты, ты садишься за раз до вечера, мне кажется, это просто какое-то невероятное количество, нет? Ну, в прошлом году, да, у нас было за весь период заявок, период принятия анкет, скажем так, было 5000 анкет. Ого. Да. Дети, ну, на помощь, печенье. Я смотрела, да, все. В этом году пока еще такого количества не набралось, но уже мы на пике практически. Я думаю, что мы перейдем за эту границу гораздо большим результатом. Особенно после этого эфира. Особенно после этого эфира, да. Тем более, когда девушка знает, что можно стать ведущей. Раслушайте. Раслушайте. Че нельзя? Ведущий, певик, да, конечно, шучу я. Я поняла, дальше, хорошо. Раслуша, вот ты отобрала какое-то количество, да, писем. Что, ты обзваниваешь всех сама? Да, и непосредственно перед кастингом, который мы будем проводить в Москве, мы будем лично приглашать тех девушек, которые нам понравились. Но кастинг будет открытым, и все желающие девушки, кто, возможно, не успел заполнить анкету или вдруг внезапно услышал рекламу, что завтра кастинг и придет, мы, конечно, их тоже приглашаем, принимаем и смотрим. Но хочу сказать, что девушки с грамотно заполненной анкетой, которые лично получат приглашение, они, конечно, в приоритете. Еще пару ошибок в анкете. Если это не фотошоп, то не страшно. Ксюша, скажи, а ты когда вступаешь в действие? В ряды. Я, кстати, буду непосредственно на самом кастинге, когда уже будет отобрана лучший из лучших, Маргарита постарается и предоставит нам самые лучшие кадры. И тогда я смогу поговорить с девушками, задать вопросы лично и как раз узнать ту внутреннюю составляющую каждой девушки, что она хочет, зачем она пришла сюда. Бывает такое, что ты потом спрашиваешь Маргариту, зачем ты ее вообще позвала, как ты ее выбрала? У нас другие ситуации были уже непосредственно, когда шли съемки, Ксения у нас как ангел света такой, и все время защищала девушек, говорила, что я слишком строгая, мы не вступали в конфликт между собой. Она приходила и говорила, Рита, что ты делаешь? Они там плачут, вот ты на нее там накричала, у меня другая позиция на этот счет, вот я сказала, так и будет. Я такая мама была девочкам, потому что я была на протяжении всего конкурса с ними, помогала и советовала своими советами, а Маргарита, конечно, она такой плохой полицейский. Но мне кажется, надо каждую девушку поддержать, потому что она и так в стрессовой ситуации находится. Некоторые приехали в Москву первый раз и не были в столице вообще, и как-то помочь им... Сразу Маргарита на них орет. Она орет, да, они еще хотят выиграть все, и тут конкуренция такая, все самые лучшие приехали. Конечно, их надо поддержать. Ну мы, смотри, ты поговорим на это. В общем, телезрительницы, вы не пугайтесь. То есть даже если на вас будут кричать, есть Ксения, которая обязательно вас поддержит. Прямо сейчас у нас Полина Гагарина, потом мы вернемся, никуда не выходите. Прямой эфир на телеканале РУТВ продолжается. Это программа «Тема». В гостях у меня главные люди конкурса «Мисс Русская Радио» Ксения Сухинова, наставник конкурса. И кастинг-директор Маргарита. Судя по тому, что вы рассказали, самая злая женщина на этом конкурсе. Вообще на этой планете, я бы сказала. Да ладно, шучу, конечно же. Девчонки, 2017 год был годом экологии. У вас было какое-то мероприятие, да? Да. Благодаря которому? Совершенно верно. Мы проводили конкурс под эгидой года экологии, дабы спасти наше экологическое состояние нашей планеты. И вот Ксения, я и все наши девочки участвовали в посадке Туевой аллеи в заказнике. Вместе с нами, между прочим, был министр экологии на этом мероприятии. Это было очень знаково для нас, потому что наш конкурс не только призывает красавиц, но еще и девушек с добрым сердцем, что любит Ксения, чтобы они помогали планете и человечеству, всему миру. А в этом году у нас год проходит под эгидой волонтерства. Тоже, наверное, планируются какие-то мероприятия. Конечно, мы будем помогать всем, все мероприятия, связанные с волонтерством, все это будет у нас непосредственно освещено, мы будем поддерживать съемки, непосредственно будут проходить тоже в этом ключе. Ты забыла упомянуть, что каждая девушка приготовила свой экологический проект, который приехала не с пустыми руками, и приехала в Москву уже с готовым большим экологическим проектом, который мы поддерживали уже победительницей этого. Было такое задание, да? Да, да, то есть они не просто так приехали. Она освещала, каждая девушка освещала проблему экологии, связанную со своим регионом, да. Интересно. Хорошо, прекрасно. Так что, дорогие девушки, которые, собственно, сейчас смотрят РТВ и планируют участвовать в конкурсе, задумайтесь, наверное, заранее, да, что можно подготовить годы волонтеров тоже, наверное, какой-то. Конечно. Но тут главное приехать с добрым сердцем. Я поняла. Ну ладно, перейдем к самому интересному. Заговорили мы вначале о подарке, главном подарке, миллион рублей. Как вы думаете, все-таки девушки приходят на конкурс для того, чтобы просто прославиться, либо все-таки из-за денег в большинстве своем? Или по какой-то другой причине? Я думаю, что это отличная площадка показать себя и заявить о себе. И это важнее, чем деньги. Ну деньги, так как приятный бонус, благодаря которому можно стать еще лучше, я поняла. Во многих конкурсах есть такой приз, там, третье место, пластическая операция, увеличение груди, там, извините. Вот, ну я встречала, но это в основном в инстаграме какие-то такие конкурсы. Может, Таиланд, ты посмотрела ленты Таиланда? Нет, нет, нет. Это наша лента была. Наша была лента. Это у вас никаких таких подарков не будет? Либо это все в секрете, может быть, как бонус, подарок, там, не знаю, пятое место. Но пластической операции точно не будет. У нас все-таки конкурс красоты, они должны быть уже красивыми. Будут, конечно, определенные спонсорские номинации. Это когда спонсор проекта выбирает свою любимицу и одаривает ее каким-то специальным призом. Но все-таки главный приз – миллион рублей. А что касается пластики, в принципе, эти девушки, которые участвуют в конкурсе, если у них там что-то видоизменено, но это там видно, это сделала, не знаю, грудь пятого размера, и видно, что она как бы не своя. Мы не допускаем. Не допускаете? Ну, когда, мне кажется, не проверишь, своя это грудь или нет. Нет, ну, когда, наверное, слишком большая, можно понять. Ну, почему мы бывают с пятым размером своими, своя, своя естественная тоже. Почему нет? Ну, то есть, если это явно, да, Ксения, то мы видим это, конечно, все, стоп, сразу. А если красиво сделано все равно? Ну, я считаю, что ты такая очень тонкая грань, да. То есть, если ты симпатичный, если тебе главное в этом комфортно, если ты себя чувствуешь в этом гармонично, и это же не видно, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, то есть, ты такая очень тонкая грань. Очень тонкая. Я поняла. Ну, хорошо. Так задумывалась. Нет, ну, я согласна просто, если это видоизменено так, что девушка стала еще лучше, и это, как бы, какие-то такие небольшие невидимые изменения, то почему нет? Ну, что, девчонки, еще такой главный момент. Дневники конкурса. Они потом попадут, я так понимаю, на телевидение. В этот раз они будут в этом году вообще? Да, они планируют события, они выходят, выходили в эфир и будут выходить в эфир, которые мы будем снимать на протяжении всего конкурса, на протяжении подготовки конкурса. И также мы поедем в Крым снимать там дневники. Ну, это прям такое реалити-шоу, да? Это такое мини-реалити-шоу, ну, представляете, в Крым летом, прекрасная погода, море. А было такое, что вот вы наблюдали, когда камера включается, девушки ведут себя по-другому? Не так, как они, например, скромные, такие общительные, а тут там камера включается совершенно по-другому, там работают на камеру. Наоборот было, когда они в жизни себя ведут раскованно, а на камеру очень сдержанно, да. Нам бы хотелось иначе немного эту ситуацию повернуть, потому что хочется, чтобы девушка была в кадре яркая, то есть это как раз та площадка, о которой мы говорим, где можно себя проявить. А что вы делаете для того, чтобы девушка не зажималась? Как все-таки сделать так, чтобы... Ну, лично я вообще не подхожу к ним, чтобы они не зажимались лишний раз, да. Не нервирую девчат и не пугаю. Я поняла, Ксюша, а ты что делаешь? Тут правда, да, я говорю, Рит, не подходи к девочкам сегодня. Они и так испуганы и напуганы, а ты еще больше стрессовую ситуацию создаешь. Но на многих реальти-шоу есть сценарий, что же там говорить, я думаю, это не секрет. У вас как обстоятельства дела? Есть ли какие-то вещи, которые девчонки обязательно должны сделать, например? Нет, мы все по ходу события решаем и снимаем. Лайф. Лайф на колене. Мы действительно хотим снять настоящих девушек, как они себя ведут по-настоящему. Поэтому мы не пишем им никакие сценарии, не говорим, делай так или не делай так. Нет, я, конечно, говорю, что плохо себя вести не надо. Но я повторюсь еще раз, это огромная площадка, огромное количество эфирного времени, где девушка может себя проявить, свои таланты. И если хочется, если она не стесняется, она обязана просто участвовать в этом конкурсе. Что касается других реальти-шоу, там становятся популярными, если ты имеешь такой дерзкий характер, где ты можешь нагрубить, ответить, может быть, даже подраться. То есть те девушки, которые ведут себя скромно, их меньше показывают и так далее. Это же не реальти-шоу «Дом-2». Это понятно, но все-таки это тоже реальти-шоу. Это конкурс, но это как бы лайф. Это лайф, конечно, но это все равно, это больше говорится о самой участнице, о ее характере, о ее внутреннем мире. Что она несет и что она хочет сказать людям. Да, задача простая. Допустим, мне хотелось бы на этом конкурсе показать девушек с той стороны, что красивая девушка может приносить какую-то социально значимую пользу в этом мире. Быть не просто пустышкой красивой и только закатывать скандалы, например, как это принято в других реальти-шоу. Нет, это лайф о том, как живут красавицы, что они могут принести в этот мир, чем они увлекаются и чем они могут стать знаменитыми. По-настоящему, какими они талантами обладают. Что хорошего есть в красивых девушках. Продолжим общение сразу после музыкального видеоклипа, никуда не уходить. Продолжается программа «Тема» на телеканале РУ-ТВ. В гостях у меня по-прежнему Ксения Сухинова, наставник конкурса «Мисс Русская Радио» и кастинг-директор «Мисс Русского Радио», конечно же, Маргарита. С девчонками уже общаемся, наверное, минут 30. Давайте все-таки резюмируем. Вот девушки сейчас нас смотрят. Как стать участницей? Что, куда и как, коротко. Нужно заполнить анкету и отправить ее на сайте «Мисс Русская Радио». Там все условия указаны, все критерии тоже указаны. Просто заполняешь анкету и отправляешь данные. Русрадио.ру, заходим в раздел «Мисс Русская Радио», заполняем анкету, прикладываем туда лучшие фотографии, видеопрезентацию, если она у вас есть. А может быть, ты уже видишь этот пронизывающий взгляд. И я начну смотреть, выбирать, отбирать и приглашать. Девушу, которая мне понравится, я приглашаю лично на кастинг. Так что, кстати, можно также заполнить анкету ВКонтакте, об этом я уже говорила. И если кто-то по каким-то причинам пользуется только одной социальной сетью, например, Инстаграм, у нас тоже есть своя страница, можете писать в Директ, обязательно я все читаю, обязательно все посмотрю. Инстаграм ты ведешь тоже. Ну, в виду не я, но я все контролирую. Контролируешь этот процесс, я поняла. Хорошо, замечательно. От конкурса отойдем немножечко к личному, об этом тоже хочется поговорить. Ксения, я знаю, что ты стала послом Абхазии. Да, посол доброй воли Абхазии. Расскажи, как это случилось и что ты делаешь? Каково тебя вообще в этой роли, что ты чувствуешь? Вы знаете, это уникальное место. Я была буквально недавно, пару месяцев назад, первый раз в Абхазии. Я никогда не была, но вот хочу тоже. Да, и мало того, я была в горной Абхазии. Такой удивительной красоты места. И я поднялась на горы, где было только всего 15 человек. Представляете? Но это что-то невероятное было. Для меня, конечно, это большая честь и ответственность быть послом доброй воли Абхазии. И Мин Кустурица тоже, кстати, посол доброй в Абхазии. И многие мои друзья. Лаура, Расида, которая, кстати, из Абхазии, девочки. И прошел недавно форум в горной Абхазии. Большой. Где мы смогли поближе познакомиться с проектом в горной Абхазии. Ну, в общем, когда я соберусь в Абхазию, я тебе обязательно напишу, чтобы ты сказала, куда мне пойти, что увидеть. Да, 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 обязательно. Скажите, девчонки, конечно же, хочется еще о красоте поговорить, потому что, я повторюсь, нас смотрят девушки, конечно же, и многие хотят быть на вас похожими. Вот есть какие-то секреты красоты, да? Вот ты просыпаешься, я не знаю, может, наносишь несколько кремов, Ксюш, там, да? Либо, не знаю, огурцы на лице, еще что-то. Конечно, я уже в огурцах просыпаюсь, потом сверху помидоры, тут же лук. Ну, какие-то секреты, на которые там, да, не нужно потратить много денег и так далее. Лайфхаки. И стать миссионером. Вот у меня всегда этот вопрос в ступор заводит. Я, у меня нет никаких секретов, правда, никаких-то супер... Даже вот если у тебя спросить, а есть какой-то секрет, супер-секрет, который никто не знает? Все, все мы все знаем, все мы читаем в интернете и все мы пользуемся социализацией. Это процедуры, у меня нет тоже секретов, но есть любимые процедуры, да, которые мне очень нравятся и которым я удивлюсь. Очень важно, очень важно очистить кожу, приготовиться ко сну, вот самое важное. Смыть косметику, согласна. Приготовиться ко сну, вот это очень важно. И нанести правильный крем, который вам подходит, вашей коже, маски, я не знаю, чтобы проснуться фреш. Ну, сам, ну, конечно, в хорошем настроении. Если ты проснулся в хорошем настроении, уже 90% успеха. На конкурсе девчонки будут просыпаться, а там Маргарита над ней не стоит. А Маргарита вообще очень любит поспать, и если не выспалась, то жертв не избежать. Не пугай окончательно девочек. Во время конкурса ты сорвалась по этому, да, потому что не выспалась. Это хорошо, что я буду с девочками проводить его все это время, а ты у нас. Мне тоже так хорошо, что ты будешь с девочками. Не будет, мне кажется, когда есть на конкурсе и ангелы, и немножечко чертенок, это прекрасно. Жизнь станет веселее, это однозначно. Принимайте участие в конкурсе Мисс Русская Радио, заходите на сайт Русского Радио, заполняйте анкету, будьте честны, прикрепляйте самые классные фотки, и в идеале еще и видео. Не правда ли? Да, мы ждем. Ксения, Маргарита, я вас благодарю. Спасибо. Жду, наверное, уже в следующем эфире, может быть, даже с участницами. Нет, в следующем эфире у нас будет предкастинговый. Прекрасно, замечательно. Это тоже хорошая идея. В общем, будем ждать красивых девчонок. Ксения Сухинова и Маргарита были в студии телеканала РУ-ТВ. Спасибо, девчонки. Спасибо.